Всем привет, меня зовут Карина, и сейчас я бы хотела порадовать всех тех, кто скучал по моим мотивационным роликам. Наконец-то я взялась за такое, и сейчас вот сижу, снимаю его. На этот раз я бы хотела поговорить с вами о 10 привычках красивых и успешных людей. Поначалу, конечно, вам будет сложно, но не зря доказали, что в течение 21 дня формируется привычка, и поначалу, да, вы будете себя заставлять, вам будет это лень делать, но потом для вас это будет, не знаю, как попить чаёк после ужина. Очень легко и приятно. И я уверена, что многие из вас после того, как вы будете выполнять всё это, почувствуете себя красивыми, но даже, возможно, вы не изменитесь визуально, как-то физически, но, хотя я думаю, что изменитесь, потому что там такие пункты, но вы будете чувствовать самое важное себя духовно красивыми, духовно успешными. Может быть, вы не станете иконой красоты и стиля и успешности, но вы будете себе нравиться, себя любить, а это то, к чему должен стремиться каждый человек. И давайте уже скорее начнём. Итак, 10 привычек красивых и успешных людей. С чего начинается наш день? Разумеется, с пробуждения, с какой-то утренней рутины. И что делаю я сейчас вам расскажу, и что я советую делать каждому по утрам. Первое. Я просыпаюсь, и я чувствую, что моё тело, оно очень как деревянное. Мне хочется вот так вот поделать. Не зря мы подтягиваемся, когда лежим в кроватке. Так вот этого недостаточно. Что делаю я? Я встаю, включаю свою любимую музыку на колонке и начинаю делать зарядку. Первый шаг моей зарядки — это просто банальные, самые простые упражнения, которые нас ещё учили делать в школе на физкультуре. Это повороты головой, руками, взмахи, наклоны, растяжка, какие-то повороты ногами. В общем, каждую группу мышц пытаюсь размять как могу. Не долго. Я не делаю этого прям по 20 кругов. Просто чуть-чуть, чтобы я почувствовала, что моё тело начинает оживать. Затем, следующий, второй шаг, я включаю самую свою любимую песню на данный момент и начинаю танцевать. Танцевать так, как я бы никогда в жизни на людях не стала танцевать. После такого танца даже одной песни, это где-то 3,5 минуты, потом реально всё тело оживает, и ему так классно. Третий завершающий шаг моей зарядки — это фейсбилдинг. Я начала её делать недавно, поэтому, возможно, ещё каких-то изменений нет. Это просто упражнение для лица, чтобы накачать наши мышцы, грубо говоря, на лице. Некоторые я даже показывать не буду, потому что это такое лицо надо скрючить, чтобы сделать это упражнение. Если вы хотите попробовать сделать фейсбилдинг, делайте как я. Я просто вбиваю в ютубе видео фейсбилдинг. На самом деле в интернете достаточно таких видосов, просто как люди сидят, делают какие-то упражнения. И мне кажется, что это действительно правда, что действительно будет эффект, если делать это ежедневно, каждый день, по 5 минут. И у многих очень крутой действительно эффект от этого. Я знаю таких людей, у них становится пухлее губы, появляются скулы, лицо немножко подтягивается, и самое главное, что старение приходит гораздо позже. То есть мы откладываем появление морщин и прочее-прочее. Всё это занимает у меня 15 минут. Второй пункт. Еда вне дома. Как часто мы все с вами забегаем в Макдональдс от того, что вам надо быстро где-то перекусить, и от этого становимся постоянно толстенькими? Нет, забудьте. У вас должен быть красивый классный бокс для еды. Как делаю лично я? Не каждый день, и довольно-таки не часто, но я хочу, чтобы, как и у вас, и у меня, эта привычка стала ежедневной. Вы просто готовите себе с вечера какое-то одно блюдо, кладёте в этот бокс, и в течение всего дня его едите. Кладёте огромную порцию на несколько приёмов пищи. Я куда-то пошла, один раз взяла всё, поела, наелась, отложила, в следующий раз достала. И, конечно, вы могли бы готовить миллион блюд, раскладывать миллион боксов, но кому это надо, вам будет, скорее всего, лень, вы не будете это всё таскать. Когда у вас есть один бокс с какой-то одной едой, это гораздо удобнее. Каждый день может быть еда разная, но, на мой взгляд, это очень полезная привычка. И главное, чтобы ваш бокс был красивым. Просто найдите то, что вам будет по душе, и то, что вы не будете стесняться вытаскивать на людях. Потому что я знаю, что многие испытывают стеснение, но вы не должны. Потому что это круто есть то, что вы готовите, вы знаете, что там внутри, сколько там калорий. И ещё важно брать с собой полезные снеки. Орешки. Орешки стоят невероятных денег везде. Так что лучше идите на рынки, там они и вкуснее, и больше, и лучше. Покупайте, и каждый день с собой таскайте орешки. И яблочные чипсы есть ещё классные, есть фруктики, есть финики и прочее-прочее. Я уверена, каждый себе найдёт что-нибудь по вкусу. Следующее. У каждого, я уверена, есть что-то, что он перечитывает и пересматривает миллионы раз, что он обожает, искренне любит. Так вот, попробуйте в следующий раз, когда вы будете что-то пересматривать, посмотреть на языке оригинала. Если вы это сделаете, вы увидите, насколько сильно вы продвинулись с помощью этого сериала или книги в изучении этого языка. Это действительно так. Вы будете слышать оригиналы шуток, вы будете слышать оригинальные голоса. Просто когда вы начинаете что-то новое смотреть на английском, то это иногда бывает, у меня лично так было, отбивает желание продолжать. Потому что ты что-то недопонимаешь, и всё, сразу «Ааа, не буду». Но то, что ты уже, типа, смотрел, почему нет? Нет, ежедневники, еженедельники, блокноты, заметки, неважно что. Что-то всегда должно быть под рукой. Обязательно, если вы чувствуете себя более-менее занятым, вам нужно что-то записывать, свои дела, списки, планировать. Потому что всё держать вот здесь невозможно. Вас это будет напрягать. У меня бывает очень часто, и наверняка у вас, что вы делаете какое-то дело, и тут хоп, и вспоминаете, «Ой, не забыть бы сделать это к вечеру, не забыть бы». И в итоге забываете, либо вспоминаете, но суть не меняется. Вы постоянно думаете о чём-то левом, пока делаете что-то, что вы делаете. И мой собственный лайфхак, как делаю я, если я не могу писать, потому что там очень занято. Я просто включаю видео и снимаю себя на видео, как я что-то говорю, какую-то классную идею, которая мне пришла в голову, а потом просто переписываю её. Что ж, следующий пункт. Минимум один раз в месяц у вас должен быть уходовый день. Когда вы красите себе ноготочки, смотрите фильм, пьёте чаёк, масочки, это тоже очень важно для того, чтобы вы духовно и физически чувствовали себя гораздо лучше. Плюс ко всему, здесь бы я хотела добавить, что обязательно нужно по мере загрязнения волос мыть голову, потому что как часто я вижу не очень опрятных девочек, красивых, которые просто ленятся, и если вы хотите чувствовать себя более уверенно, то выходить с грязной головой нельзя. Я так делала, вы, наверное, все помните, как ужасно я выглядела постоянно в университете на первом курсе, потому что мне было просто лень, я думала, зачем, но на самом деле это неправильно, потому что каждый раз, когда я выхожу из дома или выходила из дома с не очень чистой головой, я чувствовала себя хуже, чем каждая рядом девочка. Просто потому что я чувствовала себя неуверенно, я чувствовала, что у меня что-то не так. Но если бы я каждый раз была прекрасна и просто ухоженно выглядела, я бы выглядела гораздо лучше именно в своем каком-то вот мирочке. Еще один пункт. У меня много одежды. У меня ее действительно достаточно для того, чтобы, не знаю, каждый день надевать какие-то разные луки, не повторяться в течение нескольких месяцев даже, я бы сказала. Но суть в том, что я этого не делаю и хожу в одном и том же. Я уверена, что у вас так же, у многих из вас так всегда бывает, потому что что мы надеваем по утрам, когда у нас 20 минут времени на сборы? Самое чистое и самое глаженное. И тебе уже пофиг, что у тебя есть любимая кофточка или рубашка, которую просто надо погладить, и ты наденешь ее, и уже будет какое-то разнообразие. Я, наверное, сейчас пересказала жизнь тысячи из вас, поэтому если я знаю, что завтра меня ждет что-то классное, я обязательно готовлюсь с вечера. Это сейчас так, но я обязательно буду приходить к тому, чтобы каждый день, на следующий день, готовить какой-то себе лук, подбирать его, думать, что с чем, именно менять сумки даже, потому что у меня много сумок, у меня штук 10. Но я хожу всегда с одной, потому что перекладывать из одной в другую, ну блин, камон. Это так долго, когда ты опаздываешь, просыпаешь и что-то еще, тебе абсолютно не до этого. Ты ходишь постоянно в одном, с одной сумкой. И это тупо увлажнять нашу кожу тоже важно. Причем я сейчас говорю не только про лицо, хотя и про него тоже. Важно также наносить крем на шею и на ключицу, потому что это очень быстро стареет все вот эти места. И они вот как раз первые такие места, где появляются морщинки и так далее. Обязательно это надо увлажнять. И ноги, руки. Почему-то многие об этом забывают, но это действительно так. Например, когда я летом была в Болгарии, я постоянно наблюдала такую картину, что у меня белые абсолютно ноги, они высохшие просто. Когда я ходила на лазерную эпиляцию, мне всегда делали замечания врачи, которые делали мне эпиляцию, они говорят, у тебя слишком сухие ноги. Нельзя так делать. И я постепенно начала привыкать к тому, чтобы увлажнять увлажняющим кремом свои ноги. Увлажняйте все. Губы, руки. Вот здесь вот. Важно. Это важно. Каждый вечер деляйте 5 минут тому, чтобы почистить ваши фотографии на телефоне, которые вы сделали за день. Потому что так у вас не будут накапливаться миллионы фотографий. И в итоге, когда вам нужно сделать какую-то фотку, вы не будете страдать от того, что у вас просто банально нет памяти на телефоне. И это будет экономить ваше время, потому что вы каждый день будете уделять этому по 5 минут. И потом у вас не будет такого, что вы 3 часа засядете и будете чистить все для того, чтобы потом пойти куда-то и сделать фотографии. Когда мы все идем в магазин или в ресторан или в кафе, неважно куда, очень голодными, у нас такое ощущение, что мы сейчас съедим слона. И заказываем себе в 25 раз больше, чем можем съесть в итоге. И остается либо лишнее, либо вы впихиваете в себя все, что вы купили, потому что, ой, я же это купил. Что я могу посоветовать вам сделать? Перед походом в ресторан на день рождения еще куда-то съешьте какой-нибудь фруктик или кусочек чего-нибудь. И тогда уже в ресторане вы закажете себе там не 3 блюда, а одно и наедитесь им. Это сэкономит и ваши деньги, и ваше, возможно, время. И вы не станете еще круглее, чем могли бы стать. Очень важно иметь вокруг себя хорошую, приятную атмосферу, которая вас бы не раздражала, которая бы мотивировала вас на работу и прочее. И все, что вам для этого надо делать, это просто, когда вы приходите, раздеваться, не кидать все на стул и так далее, а все раскладывать по полочкам. Тогда ваша комната не будет захламляться, у вас не будет ощущения, что вы живете где-то на помойке, что вам лень все убирать. Потом в итоге будет, если накопится миллион вещей вот здесь, там, пятое, десятое. Пришли домой, я знаю, как тяжело развесить отдельно джинсы, отдельно это, отдельно то. И, в принципе, в новой квартире я действительно стала так делать. В старой у меня не получалось, потому что у меня был очень маленький шкаф, и мне просто было лень все это пихать туда. А в новой у меня куча разных отделений, для каждой вещи отдельное отделение. Поэтому, да, это немножко сложнее, тебе надо за каждую вещь тебя снимать и запихивать в отдельный шкаф. И все очень удобно организовано, нету какого-то бардака рядом вокруг. Все чисто, минималистично, прекрасно. И вот в этих десяти пунктах и есть залог красоты и успеха. Так что я надеюсь, что вместе со мной вы начнете все это делать. Все, что я вам сейчас сказала, я либо делала, либо делаю, либо буду делать. То есть я не просто от балды вам эти пункты сказала, где-то в интернете нашла. Это действительно то, от чего я себя чувствую гораздо лучше, круче и симпатичнее. Я думаю, что все вы заметили, что в течение этого ролика я использовала прекрасненькие, миленькие телефончики ZTE. И когда мне их прислали, я в них лазила и в таком шоке была. Потому что всего лишь за 11 тысяч, примерно, рублей, вы получаете телефон с хорошей, действительно, камерой, с функцией Face ID, с отпечатком пальца. Можно также им оплачивать покупки без использования карты. И действительно, мне не укладывается в голове, как все вот это вот прекрасное, еще и в таких классных цветах может стоить всего лишь 11 тысяч рублей. Если вам вдруг понравилось и вы хотите узнать больше про эти телефончики, я оставлю ссылку в описании. Обязательно прочекайте, какая красота. Скажите. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился этот ролик и эти смартфоны. И я вас очень люблю. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что думаете по поводу этого ролика. И до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok